Боль – одно из самых неприятных и нежелаемых в жизни ощущений. Это один из главнейших инстинктов, благодаря которому существует все живое на Земле. Способность чувствовать болевые ощущения формировалась в процессе естественного отбора в течение миллионов лет. Боль как фактор защиты заставляет животных и человека избегать угрозы повреждения организма, ликвидировать источник неприятных ощущений и спрятаться от опасности. Это чувство жизненно необходимо, поскольку его отсутствие может привести к кардинальным и роковым последствиям. Болевые ощущения рождаются в мозге в ответ на сигналы особых болевых рецепторов, расположенных в коже, органах и других тканях. Рецепторы в коже в основном распознают внешние угрозы, такие как ожоги или ранения, а те, что расположены внутри ткани, реагируют преимущественно на внутренние повреждения и болезни. Те части тела, в которых имеется больше нервных окончаний, например, пальцы рук, обладают и большей чувствительностью, а значит, тоньше и острее воспринимают боль. И по нервным волокнам полученный болевой сигнал поступает в нашу центральную нервную систему. На сегодняшний день на планете существует всего один вид высокоорганизованных существ, не способных чувствовать боль, и это акулы. Казалось, как было бы хорошо, если бы мы не чувствовали боли, и такие люди существуют, но как тогда мы узнаем об аварии нашего организма? Например, когда воспаляется аппендикс, мы чувствуем боли и обращаемся к врачу. Врач обследует нас и лечит. Если бы человек не чувствовал боли, он бы просто умер от перитонита, когда воспалившийся аппендикс разорвется у него внутри. Ставьте лайк, у кого уже нет аппендикса. Существует болезнь, при которой люди вообще не чувствуют никакой боли. Всего в мире ею страдают около 100 человек. Ученые исследовали 6 детей с этим ужасным недугом. У всех шестерых сильно повреждены губы и язык. Они прокусывали их в раннем детстве, пока еще не могли понять, что это вредно. У них множество шрамов, порезов и ушибов. В ряде случаев они не замечали даже переломы. Дети нормально отличают холодные от горячего, но не чувствуют боли от ожога. Они прекрасно чувствуют, как, например, в палец втыкается иголка, но не воспринимают это ощущение как неприятное. Интеллектуальное развитие и здоровье этих детей в целом соответствует норме, а их родители, братья и сестры обладают нормальной болевой чувствительностью. Кстати, в 1944 году Адольф Гитлер отдал приказ финансировать исследование подобного феномена, чтобы создать армию бесстрашных суперсолдат. Ох уж этот Гитлер! Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что боль – это великое благо, защищающее человека от множества неприятностей. Теперь вы знаете больше. Пишите в комментариях, какой боли вы боитесь больше всего. А также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Кстати, мой племянник очень хочет попасть в видео и поздороваться с вами.